Привет народ, с вами Варчик. В этом видео расскажу вам, что было на стриме года и что нас ждет в следующем году 2021 в игре World of Tanks. Информации очень много, поэтому запасайтесь чайком, печенюшками и поехали. В начале 2021 года у нас будет длинная серия песков, на которых будут последовательно тестировать много здравых тем. Самые крупные из них фугасы арта экипаж 2.0. Эти тесты на песочнице совместно с игроками помогут разработчикам принять решение, что из этого пойдет на основные сервера. А теперь давайте подробнее разберемся, что же будет тестироваться в этих трех основных темах. Фугасы, арта и экипаж 2.0. Начнем с переработки фугасов. Видно негативное восприятие фугасов во многом оно оправдано. Больше всего от этого страдают бронированные машины в позиционных боях. Фугасы очень рандомная штука, очень сложно предсказать, когда ты стоишь и видишь против себя танк с сильными фугасами. Что же он может сделать? Это мы тоже собираемся решить. Есть еще и обратная сторона. На малых калибрах фугасы практически не имеют никакого смысла. Это тоже нужно решить. Урон от фугасного снаряда будет рассчитываться исключительно по принципу куда он попал, какая там броня в этой точке есть, от этого и будет рассчитываться урон. То есть бронированная машина, которая стоит против фугасов, будет использовать свою броню также как и против ББ. Будет учитываться номинальная броня. Конкретная толщина в том месте куда попал снаряд, а не приведенная. Хотим сделать, чтобы нормально отрабатывали экраны с фугасными снарядами. Они будут пробиваться, но съедать бронепробитие фугасного снаряда. В индикаторе прицела будем показывать, что в данный момент вы наведены на экран и это приведет к определенному результату. В индикаторе прицела, когда вы целитесь фугасным снарядом, будет видно какой объем урона может он нанести, мизерный, средний или пробить. Вероятность нанесения урона по броне также будет учитываться в нашем светофоре. Чего хочется добиться, чтобы фугас полноценно стал тактическим снарядом. Им было просто сбить гусеницу, захват, он позволял наносить урон по танкам, которым по-другому нанести урон никаким образом нельзя, когда стоит хорошо бронированная машина. Но при этом объем урона, который можно в позиционке нанести, существенно снизится. Отдельное внимание уделим тем машинам, которые в основном сейчас играют на фугасах, в игре таких около 80, для которых фугасный геймплей очень важен. И отдельное внимание премтехники, но система будет одна для всех. Танковый фугас все еще может нанести урон без пробития, но не ищет в зоне взрыва, туда куда он попал, тонкие элементы брони танка. Он попадает в конкретную броню и по номинальной толщине высчитывается урон. Соответственно, если я попадаю в толстую маску где 300 мм, то урон там будет абсолютно минимальный или его не будет вообще. Если я попадаю в достаточно не толстый лист, 120 мм, то урон нанесется. Мы стремимся к тому, чтобы в лобовую проекцию и в толстую броню цифры были конечно же меньше чем сейчас. Попадание под танк танковым фугасом ничего вам не даст, взрыва не будет. Попал под танк новым фугасом попал в землю. Теперь стреляя из бабахи в стену вы не заберете танк. Гусеница будет работать как экран, там будет рассчитываться пробитие и урон, но гусеница будет сбиваться. Грубо говоря, если это все сформулировать коротко, то будет просто бронебойный фугас. Мне эта тема нравится. То, что рассказывали разработчики на этом стриме, мне понравилось про фугасы. Это снизит нанесение урона фугасами по бронированным танкам. Это уменьшит урон, когда фугас попадает по твоему союзнику рядом и тебе тоже прилетает. Или под днище много урона залетает или еще как-нибудь. Чем меньше отлетает лишнего урона, тем лучше, тем танки будут жить дольше, бои будут дольше. Это мне нравится и я буду рад, если танки будут стоять в своих позициях, они будут крепкие и дольше там будут жить. Надоело приезжать на башенном танке и просто в силуэт тебя сверху поливает арта, а спереди тебя поливают фугасницы. Это надоело. Хочешь убить танк, который стоит в хорошей позиции от башни, учись его пробивать или меняй направление. Так должно быть. Мне это очень нравится. Но опять же все нужно протестировать и можно переборщить или недоборщить. Все должно быть в меру. Следующая нерв артиллерии или комплексная переделка класса в 2021 году. Мне сразу не нравится, что написано слово нерв артиллерии. На мой взгляд, и я уже очень давно говорил, артиллерия как класс техники в игре, она не продумана, не проделана, ее геймплей никакой. Ты просто стоишь, кнопку с уроном нажимаешь и катаешься по карте куда тебе нравится, куда ты считаешь нужным. Это не геймплей. Ты просто там сзади команды катаешься и выбираешь куда бы пострелять. Все. Никакого геймплея здесь нет. Просто наводишься на танчик, сводишься и кнопку нажимаешь. Много лет подряд я говорил, почему у артиллерии нет походного осадного режима. Почему у нее такой большой сплэш, она так много урона наносит. Танки загораются от того, что рядом с ними упал снаряд артиллерии, не нанес тебе урона, у тебя танк загорелся. Или половина члена экипажа сдохла. Но очень часто очень больно от арты и играть в бою с артиллерией не хочется вообще. В тот же самый момент я играл на артиллерии, когда выполнял ЛБЗ. Понадобилось довольно таки мало боев, чтобы пройти ЛБЗ на арте. Это было легко. Арта очень мощная, влияет на бои. Процент побед у меня высокий. Я не являюсь каким-то артоводом и так далее. Но я легко на ней сумел пройти ЛБЗ, процент побед набить и влиять на победы. Когда я вспоминаю, как я на арте проходил ЛБЗ, мне кажется, что что-то переборщили, да? Оглушение для арты я вообще не понимаю зачем. Критуемость излишняя, сильно большой сплэш и урон легко на ней набивать и процент побед тоже. Не на всей арте легко набивать процент побед. Но очень много арт, слишком сильные на своем уровне. Имбовых арт очень много. Но есть и слабые. Баланса там нет. Вообще. Это мое мнение про артиллерию. Теперь расскажу, что было на стриме с разработчиками. Нам предстоит вместе с вами протестировать очень существенную переделку класса. Стремимся сделать несколько вещей, переработать. То, что САУ у нас обладает несколькими такими ключевыми факторами, которые влияют на его восприятие. Многим игрокам кажется, что это очень простой класс, от которого никаким образом невозможно спастись. У нас есть такая аура, что игрок на артиллерии сидит на месте, вводит мышкой, выбирает себе цель. Больше ему ничего делать не нужно, исходя из этого. Стоит лучше показывать другим игрокам, которые играют против. Как он работает и каким образом ей можно противостоять. Хотим сделать так, чтобы играя за артиллерию, нужно было делать больше действий, лучше понимать структуру боя, тактику и подстраиваться под нее. У артиллерии будет три снаряда, они будут существенно отличаться друг от друга по своему применению. Снаряд с большим сплэшем и оглушением, предназначенный для стрельбы по высокоподвижным и легкобронированным целям. Более классический фугас с меньшим сплэшем и чуть большим уроном, но без оглушения. Он направлен на среднебронированные танки, у которых подвижность ограничена. Он также подойдет для стрельбы по точкам скопления машин. И ББшка направлена исключительно на тяжелые неподвижные цели, ибо теперь тяжелые танки хорошо защищены от фугасного урона. Больше у снаряда в арты не будет возможности одновременно повреждать модуль танка, ломать членов экипажа и оглушать. Теперь у снаряда есть либо оглушение, либо возможность повреждать членов экипажа и внутренние модули. У этих трех снарядов будет разная траектория. У снаряда с большим сплэшем будет высокая траектория, но снаряд будет лететь медленно. Универсальный фугас траектория будет средняя. У ББ будет пологая, то есть стрелять ей можно будет только прицельно. Закидывать за препятствия не получится. У артиллерии появится осадный режим, то есть из него она может вести огонь из всех снарядов. Что-то схожее на осадный режим шведских ПТ, осадный походный. Время между переходами в режим будет, разумеется. Улучшится артиллерийский прицел, который позволит без кнопки удобно и непрерывно переключаться между прицелами. Мы будем визуализировать размер сплэша за счет эффектов, дабы можно было понять, какую площадь реально накрывает снаряд. У арты будет возможность поменять снаряд, если он уже заряжен быстрее, чем если бы была полная перезарядка. Типа как дозарядка. Откуда будет браться этот функционал, мы пока не придумали окончательно. Для игроков, которые играют против артиллерии, введут следующие вещи. Существенно увеличим заметность трассера, дабы стало понятно откуда летит. Дадим правильный цвет. На миникарте мы будем показывать точки попадания САУ всем игрокам команды, по которой ведется огонь. Будет понятно, куда она стреляет в данный момент времени. Эта информация на миникарте будет не постоянной, а временной. Сколько по времени будет оставаться этот индикатор, вопрос тестов. И последняя спорная вещь, даже у нас внутри компании, мы вводим артолампочку. Она будет работать в тот момент времени, когда в меня уже летит снаряд, после выстрела САУ. То есть у вас будет до 3,5 секунд, чтобы успеть хоть что-то сделать. Возможность безопасно перемещаться у артиллерии будет чуть меньше, то есть нужно будет больше думать наперед. Фугасы, арты и танковые фугасы разные вещи. Не запутайтесь. Для нескольких крупных блогеров будет закрытый внутренний тест новой арты до песка. Посмотрите, поиграйте. Следующее это экипаж 2.0 в 2021 году. Сильно хотели показать новый экипаж в конце 2020 года. К сожалению, по ряду обстоятельств сделать этого мы не успели. Усложнилась внутри компании коммуникация, работа. Также еще экипаж затрагивает кучу систем в игре. Поэтому тут были некоторые трудности. Экипаж 2.0 уже практически готов. Отдельные танкисты со своими специальностями превратятся в один экипаж. Это будет единая штука, которая независимо от типа танка, всегда работает с танками один к одному. Вместо системы прокачки, которая есть сейчас, придет совсем новая. Вместо процента и перков придет более прозрачная система. У экипажа будет уровень. Уровень будет качаться от опыта. Каждый уровень, который я получаю, означает, что у меня появляются очки перков. Очки перков будут вкладываться в очень серьезную переработанную систему, которая будет представлять собой дерево развития. Довольно оригинальное. Дерево развития будет состоять из 5 направлений, которыми можно прокачать танк. И в каждом из них также будет 5 перков, в которые можно вложить от 1 до 10 очков любым образом. Таким образом можно будет очень тонко настроить под себя танк. Также будет супер перк, ульта, для каждого из 5 направлений. Он открывается, если вы вложили в одно из направлений 30 очков. В текущем дизайне у нас 75 уровней, соответственно 75 потенциальных очков перков, которые можно вложить в систему. Таким образом игрок может получить 2 серьезно прокачиваемых направления и 2 ульты максимум у этого дерева. Получить все будет невозможно. Максимум 2 ульты может быть. Это не прожимаемые вещи, а скорее ситуационные. Грубо говоря перки это просто прокачка каких-то характеристик у экипажа, которые влияют на танк, а ульта это способности, которые работают в некоторых ситуациях. По типу как сейчас есть перк, когда у меня мало хп, у меня увеличится скорстрельность. Что-то в этом духе. В игре есть много уникальных членов экипажа. Они очень значимы и очень важны в новой системе экипажа. Всех их мы превратим в специальные сущности под названием инструкторы. Вы можете этого инструктора добавить к экипажу, вставить как в слот. И инструкторы будут добавлять помимо тех очков, которые вложены за счет прокачки, также дополнительные независимые очки в какие-то конкретные навыки. То есть это будет такой бустер. Это как во многих рпг можно вставить камни или дополнительное усиление в оружие, чтобы дополнительно модифицировать экипаж. Всего таких будет максимум четыре в одном экипаже. В принципе по экипажу мне все понятно. Это очень хорошо как он изменится. На стриме показали как он будет выглядеть. Все красиво, все классно, намного лучше чем сейчас. Потому что последние несколько лет я вообще не знаю что такое экипажи в World of Tanks, потому что у меня везде по 5-6 перков. Я годами вообще в экипажи не заглядываю, потому что там все прокачано. Абсолютно не интересно и везде одни и те же перки, потому что остальные половины они вообще ничего не делают. Экипаж может быть обучен на три танка. Это будет завязано на его прокачку и также может соответственно как и сейчас ездить на всей премиумной технике соответствующего класса и нации. Больше чем в одной машине сразу сидеть экипаж не может. Если танк в бою с экипажем, то придется дождаться, чтобы пересадить его на другой танк. В принципе как и сейчас. Лампочка шестое чувство будет базовым свойством у всех экипажей всегда. Наконец-то. Текущий пятиперковый экипаж будет равен приблизительно полностью прокачанному новому с 75 уровнями 75 очков. Будет еще система, которая будет давать небольшой бонус за то, что ты качаешься выше 75 уровня, но это уже в деталях покажем позже. Инструкции и брошюры будут переделаны под новый экипаж 2.0. Они будут добавлять временные поинты к одному из навыков. Брошюры остаются, они также будут добавлять опыт, только теперь не равномерно между многими танкистами, а конкретно для этого одного экипажа. Старый экипаж по количеству опыта, который в них заложено, будем считать сколько они внесут в новый экипаж. Будем основываться на опыте. Билды можно будет менять за серебро. Грубо говоря, сколько опыта накопилось во всем вашем экипаже, который обучен на какой-то танк, этот весь опыт сложится и перейдет в новый экипаж. Вот в принципе и все. Единственное, что мне непонятно, и видимо дочитал это все до самого конца, я наверно понял, как это будет все работать. Весь опыт, который накопился на всех членах экипажа, даже если они какие-то там уникальные, снегурочки, деда морозы, шварценеггеры, ниндзя, покемоны и остальные, весь опыт с них собирается, даже если они уникальные, идет в новый экипаж, а потом все, кто из них уникальные, еще отдельно становятся инструкторами. Вот теперь для меня стало все понятно. Добавление системы автоматического поиска взводов внутри игры. Нажимаете кнопку, создается взвод, вы встаете в очередь на поиск игрока из очереди, либо же по кнопке новый взвод. Посмотреть, а нет ли каких-то взводов, к которым можно присоединиться. Система не будет супер навороченной, можно выбрать диапазон техники, на которой я готов играть и готов ли я играть со звуком или без. Система будет дефолтно подбирать игроков примерно равного скилла, основываясь на нашем внутреннем рейтинге в танках ВТР. Когда игроки нашлись, в ангаре на 3д сцене будет показана сама и машины ваших совзводных, с камуфляжами со стилями совсем. Битва блогеров 2021, много менять не будем в системе, она хорошо себя показала с точки зрения геймплея. Все это останется 7 на 7 и встречный бой. Немного изменится система начисления очков за бои, а также поработаем над системой навыков. Исчезнет навык, позволяющий получать за поражение столько же, сколько за победу, он был плохой. Система тренировки на картах. Штука, позволяющая игроку самостоятельно одному загружаться на карту, там для него будут представлены своеобразные задания, которые будут работать примерно по следующему принципу. Показываем игроку какую-то позицию, на которой ему нужно доехать. И доехав до этой позиции, он может засветить, увидеть и получить обратную связь. Вокруг этой позиции будут стоять мишени. Мишени будут представлять из себя статичные модели танков, которые могут отстреливаться, могут светить, показывают как они все это делают. И все это дело будет расставлено в соответствии с тепловыми картами. Первоначально хотим сделать систему, которая позволит только на специальной технике туда попадать, которую мы для режима сделаем, потому что на своем по ряду причин это сделать очень сложно. Это будет более подвижная машина, близкая к ЛТСТ геймплею и более тяжелая, близкая к ТТ геймплею. Таким образом, игрок должен изучить геймплей карты. Покататься просто для изучения карты без квестов будет нельзя. У нас другая задача показать как выглядит геймплей на карте, а не просто поездить красоты посмотреть. Тут ключевая задача все же обучения. С нашей точки зрения для подавляющего числа игроков это игровое обучение как можно выполнить задачу какую-то. Оно работает лучше, чем просто кататься по карте случайным образом. Наконец-то разработчики поняли, что их танкисты плохо играют в свою игру, не понимают на картах куда ехать, почему и где нормальные позиции. И таким образом, вот эти вот тренировочки, я бы сказал дрессировка, покажет игрокам, что в бою можно заниматься игрой, а не чем-то там другим. И покажет где надо заниматься этим самым делом. Боевой пропуск в двадцать первом году будет запущен лишь весной. Внутренняя часть БП сильно поменяется, основная часть прогрессии станет длиннее где-то в три раза. БП будет разделен на три главы, каждая глава будет связана с одной из машин, при этом будет три разных класса техник. В качестве главного приза главы 3D стиль на одну из этих машин. Еще одно нововведение 3D стиль будет выдан практически сразу, но по мере прохождения главы он будет детализироваться. Игрок сможет больше выбрать из представленных наград, как сейчас например есть с разными видами оборудования. Очки БП можно будет фармить в ранговых боях, линии фронта и стальной охоте. Очки БП также смогут приносить ежедневные квесты. Новые типы оборудования в БП будут. Видим что боевой пропуск станет более гибкий, не нужно будет ставить его для себя на паузу, когда выходят какие-то режимы, типы линия фронта или ранговых боев. Просто играешь в другие режимы и боевой пропуск проходится параллельно. Также в 2021 году будут новые две ветки. ТТ Италии со своей доработанной механикой, ТТ Чехословакии, которые будут построены вокруг своей брони. Первый который появится в игре это будет премиумная семерка с обычной небарабанной пушкой. Чертежи. Работу ведем, скоро появятся новые наработки. Первое мы делаем конвертер. Второе хотим полностью переделать систему по которой они начисляются, убрать случайность и сделать осознанность. По плану фича была запланирована на 20, но вместе с удаленкой она уехала. Также уже достаточно скоро чертежи можно будет использовать как валюту в одной из временных акций. Посмотрим как зайдет, будет ли это популярно. На основании этого возможно в будущем будем повторять эту акцию или делать вообще постоянное решение. Честно говоря это какой-то костыль. У всех много чертежей, их некуда девать, чтобы за чертежи не выкатили в продажу. Все этим будут пользоваться, если это что-то нужное. Если вы за чертежи будете продавать чертежи, то конечно же их никто не купит, на хрена не нужны. А если за чертежи будут продавать голду, все нафиг сольют до нуля эти чертежи, потому что есть люди как я, у которых все ветки прокачаны. Че мне эти чертежи в банке солить? На хлеб намазывать? Зачем они мне нужны? Ждать когда выйдет какая-то ветка раз в год. Но у меня вместе с этим копится еще и свободка. Ее тоже некуда солить в банке. Тут зависит от того, что можно будет выменять за чертежи. Но на самом деле на мой взгляд это какой-то костыль, а не обдуманная механика. Вообще честно говоря не сильно понимаю зачем чертежи нужны в игре. И так все быстро качается, а с чертежами просто мгновенно. Линия фронта и стальной охотник в 2021 году. В первой половине года будет запущен стальной охотник. Для линии фронта будут доработки. Как и в этом году это все будет запускаться один раз в месяц. Для стальной охоты появится observer, режим наблюдателя, дабы можно было полностью досматривать бой. Для всех форматов. Соло, взвод. Для стального охотника допилим реплей. Ну и балансные правки в стальном охотнике. ТТХ машин будут исправлять. Честно говоря в этом году я не играл в стального охотника, потому что там нет баланса танков. Они понаделали кучу разнообразных разного геймплея машин, но между ними вообще нет никакого сочетания. Было вообще неинтересно в этом году играть в стального охотника. Намного хуже чем раньше, как раз таки из-за того, что нет баланса вообще. Разработчики это увидели, надеюсь исправят. Для линии фронта будут более серьезные изменения, говорить о них пока рано. Некоторые решения еще не приняты даже внутри компании и не оттестированы от слова совсем. Поэтому линия фронта и будет запущен так поздно. По линии фронта сделают бодрее и интереснее. Черный рынок в двадцать первом году без комментариев. Лоты также без комментариев. Изменения будут. Стараемся обновлять его два раза в год. Добавят больше интересного ассортимента. Карты в двадцать первом году. Карты у нас сейчас добавляются в количестве одна карта в полгода. Конечно новые карты в двадцать первом году обязательно будут. А вообще хотим изменить подход к тому, как карты попадают в игру. Если все получится, возможно будет специальный режим, где все можно будет посмотреть и протестировать карты на уровне прототип. Проголосовать, оставить отзывы. Из некоторых карт далее в разработку пойдут только лучшие, за которые игроки делом и словом проголосовали. Такое ощущение, что закрытые тесты карт хотят сделать открытыми. Геймбаланс в двадцать первом году. После нерфа колески ее стало меньше. Где-то на треть. У нее серьезно упал урон на двадцать процентов. Меньше живет в бою. В среднем. Также считаем, что ситуация с ней стабилизировалась, становится более адекватной. На текущий момент нерфить ее дальше планов нет. Но катают колесников активно, это правда. После нерфа прожета М40 МОД 65. Плохо ему не стало. Игроки играют. В ранговых боях танк входит в топ-3. Прокачиваемые танки 11-12 уровня. Планов вводить танки 11 уровня в игру нет. Но есть планы сделать что-то другое с некой прогрессией техники. В первой половине 2021 года у нас нет планов по доработке новой системы коммуникации. Новый ЛБЗ 3.0 пока нет. Оборудование 2.0, судя по статистике, у нас достаточно серьезно увеличилось количество билдов. Ну да, раньше было 2 варианта оборудования на танк. Сейчас где-то 3-4. В целом это заметное улучшение. Сказать, что это прорыв в оборудовании на новый уровень нет. Но стало лучше. 200 открытых больших коробок в этом году и 0 према у 8 уровня это что-то невозможное. Не верится в такое вообще. Пусть пишут такие игроки. В 2021 году, к огромному нашему сожалению, полной переработки голосовой связи не будет. Хотя планы были. В 2021 чуть доработаем селектор режимов. Лутбоксы на регулярной основе в танках не будут введены никогда. Турнирку развивать планируем. Это и 7 на 7 и турниры. Ресурсы на это отложены. Судьбу варгейминг нет лиги повторять не хотим. Однако это все не в первой половине 2021 года. Прим танки 9 уровня. Без комментариев когда будут мы точно скажем и объявим. Но это мне кажется уже очевидно, что прим танки 9 уровня когда-то будут. Осталось дождаться, когда они появятся. Обнуление статистики обсуждали много раз. Сейчас без деталей. Ответа нет. Надеемся, что вернемся к вам с ответом. В принципе это все. Вот столько много разработчики наговорили на своем стриме года. Было очень интересно. Подготовка в этот раз мне понравилась лучше, поскольку был сначала турнир, который мне не интересен по стальной охоте. А потом уже разработчики на все отведенное время разговаривали сколько хотели. И в принципе поговорили обо всем о чем хотели. Это было видно, что выговорились и все темы рассказали. Да, если какие-то мелкие вопросы поднимать, то в игре очень много чего нужно исправить. Но о глобальных вопросах они поговорили. Мне все понравилось, все ответы понравились. Что будет в следующем году, мне тоже понравилось. Но это все будут только тесты. По сути в следующем году мы будем до сих пор играть в ту же самую картошку. Но уже хотя бы разработчики начали в правильном направлении работать, думать и хотя бы начали об этом говорить. Поскольку в прошлом году даже такого не было. В прошлом году стрим с разработчиками вообще не понравился, было ужасно. В этом году они стали на правильный путь, пусть в эту сторону и работают. С вами был Варчик, играйте красиво. Всем пока.